Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале WorkWorld. В этом выпуске я вам хочу рассказать про работу во Вьетнаме, в туристическом городе Ньичанг. Покажу работу, на которую может устроиться любой человек, приезжающий жить во Вьетнам. И самое главное, сколько вы будете получать денег, работая тут. Для кого это видео будет полезно, я лишь прошу вас выразить благодарность лайком и подпиской на канал. Мне есть о чем вам рассказать в следующих выпусках. Приятного просмотра, друзья! Мне дали брошюры. Я сейчас подписываю свой номер. Я решил объединить две работы. Получается, по этим визиткам, которые я заполнял, это 40 тысяч за одного посетителя, который придет в этот бассейн. На этой работе мне сказали, что ты можешь работать как угодно, где угодно, где хочешь, то есть твои проблемы. А вот это моя вторая работа. Здесь, короче, я получаю 300 тысяч за 8 часов. Оплата каждый день, в зависимости от того, как я работаю. Ну, это, конечно, результат им тоже важен. Но я так постоял, пораздавал. Грамотно, профессионально, конечно, как умею. И сразу четыре человека пришло. И я решил, что на сегодня хватит, так как четыре человека это неплохо. Поэтому только вечером продолжу этим заниматься. Я вот поработал два часа, ну и все, думаю, садить до вечера. А, еще, кстати, тут покормят. Вот, получается, вот тут три варианта еды. И бесплатно покормят один раз. Так что я доволен, в принципе. Короче, что мне нравится в этой работе. Никто не проверяет мою работу, не стоит над душой, не смотрит за тем, как я раздаю их. В кафе девочки очень хорошие. Ну, в плане для меня, которые, ну, так на пофиг, в смысле, сказали. Ну, и хочешь, иди работай. Что, 300 тысяч будем платить? Вот, ну и с другой работой я тут планирую хотя бы в день, ну, 80-120 делать. То есть троих человек вызывать. Я раздал пять билетов. Сейчас будут заходить пять человек. Каждый по 40 тысяч мне принесет с этого билета. Раз, два, три, четыре. И маленький ребенок. Все круто. Короче, друзья, история такова. Я стою на входе вот здесь. И облегчаю себе жизнь два раза. Потому что, как я только вижу, что кто-то хочет сюда повернуть. И они там с кругом, с полотенцем. Я сразу подлетаю, говорю, братья, сестры, быстро взяли. Скидка, все дела. Вот, и, короче, таким образом я привлек к себе пять или шесть человек. Только просто руку тут завел. Вот, потому что они и так туда шли. Поняли, да, прибыли. То есть они шли, я им еще какую-то муки кинул на лист. Вот, а так вообще все замечательно. По моим прогнозам я уже завел где-то человек 12. Не точно, но 12. Ну, вот, сами как бы умножайте на 4. И что там, 480. Вот. Ну и плюс кто-то может еще вечером прийти. Я же тут не раздаю всем подряд. Поэтому ждем завершней зарплатки. Друзья, всем привет. В общем, я сам себя повысил и нашел сам себе работу получше. Тут 300 тысяч. Это минимальный порог заработной платы. То есть в день можно зарабатывать по 400, по идее. 400-500. И плюс у меня еще подработка есть. А на другой работе, как всегда, от бассейна. Вот, потому что там можно в любой день, в любую минуту, в любой час. Поэтому вот здесь ты на Желеном Перекрестке. Кстати, тут еще работать по часам меньше получается. На 2 часа меньше работать, чем на прошлой работе. Вот. А зарплата выше. Ну, короче, поднимаясь с колена. Так, ребята, ну что хочется сказать. Мне дали браслет от моей организации, где я раздаю флайеры. Вот, и я сейчас тут гашусь. Поэтому лакшери условия. Могу заходить, купаться здесь хоть сколько. От работы в сторе мне дали карту сотрудника. На ней 20% скидка. Но я, пользуясь случаем, взял у друга карту сотрудника официанта. На ней 50%. На 320 тысяч пицца. Потом 2 пива и картошка запеченная. 320 тысяч вышло. 160 тысяч. Друзья, ну а вот и новый виток в моей жизни. Ключи от личного сейфа. Я, короче, устроился в ресторане. Офигенный ресторан. Так, только где он? Я просто с черного выхода вышел. И теперь я не знаю, где. Ладно, ну я-то расскажу. Я устроился в ресторан. 450 долларов. И плюсы чаевые мои. Два раза в день кормят. Если, типа, ненадолго приходишь работать. Ну, на полдня. Один раз кормят. Я покушал уже, как всегда. Рис съел. Грамм 250. И стейк был. Ну, такой в курсе. Как сказать. Просто взяли кусок мяса, побили его. Закинули, там, 5 минут пожарили. Ничего такого. Вот, но. В мою смену пришли китайцы. Которые заказали жирнючий стейк. Нарезанный. Вот. И прям на весь поднос. Он что-то, короче, стоил 400 тысяч донгов. Вот. Она взяла один кусочек, попробовала. Сказала, он сухой, типа, вычмо. Унесите. Вот. И ресторан, конечно же, сделал все возможное. И принес новое блюдо. Вот. Чтобы клиенты не расстраивались. Я работаю в самом топовом. В одном из самых топовых ресторанов Ничанга. Вот. Неплохо залетел. Так вот. В чем фишка. Все это блюдо досталось кому. Я его съел. Поэтому я вообще доволен. Плюс кофе, короче. Я заказал кофе. И для официантов капучино. За 15 тысяч донгов сделали. Все круто. А еще я сейчас поеду листовки дораздаю. Ну, потому что я еще там не уволен. И надо, так сказать, закончить дело с массажами. Потому что там у меня скидочка. Массаж у мануального терапевта стоит 400 тысяч. А мне по 150 делают. Поэтому по-любому надо доделать. Еще два курса. Вы понимали, насколько мне везет. Как только приехал, я устроился в самый топовый ресторан с бассейном. Вот. И раздавал визитки в самом топовом месте. Ну, где платят самое много. Вот. На бассейне. Я думаю, все знают. Это ресторан Store. Story. 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 Вот. С одного человека 40 тысяч мне платили. Мог за час привезти там 8 человек. За час. Конечно, там не резиновый бассейн. То есть, два часа и уходишь. Потому что, ну все, смысл. Потом поработал в одном из самых, так сказать, скидочных центров. Это массажный салон. Где мне сделали 70% скидку. Ну, там плюс-минус, может, 65. Вот. На массаже. Поэтому я прокачаюсь сейчас массажем. И теперь я работаю в одном из самых топовых ресторанов. Это везение? Нет. Ребзи. Это труд. И это желание. Получится, по-любому, самый благоприятный день для заработка. А знаете почему? А я вам расскажу. Сегодня мы заработаем самое много денег. Потому что сегодня очень солнечная погода. Все хотят попаться. Но смотрите, что с морем. Ветка. Люди приехали, да? И лежат ветка. Вы представляете? Ну, разве это отдых? Вы посмотрите, какое море. Просто ветки на берегу. Почему бы не прийти в бассейн? В чистый, да? Заплатить эти 100 тонгов. Но быть, блин, в офигенном настроении. И радоваться. А не вот это вот все. Вот это грязь. Посмотрите, какое море там. Там оно это. Вот черное. Ну, как мне он может окупаться? Друзья, это была только первая часть обзора самых легких работ во Вьетнаме. Дальше будет еще интересней. Я решил кинуть это дело. И сейчас я занимаюсь квартирным бизнесом. Бизнес плен. На коленке. Какая вот штука. Какая вот штука.